Отрасль металлообработки и машиностроения – одна из самых развивающихся в Латвии. Единственное, что на сегодняшний день не хватает – это квалифицированных работников. Ими, в свою очередь, обеспечивают профессиональные учреждения Латвии. Но здесь обозначились некоторые проблемы. Программа, разработанная государством, устарела по отношению к стремительно развивающейся отрасли. Работодатель же на выходе желает видеть хорошо подготовленного работника. Венспилский техникум стал участником проекта «ЛатЛит», который позволит изменить ситуацию в тандеме – педагог, ученик, работодатель. В рамках этого проекта венспилский техникум усовершенствует уже имеющиеся программы металлообработки и энергетики. А именно, программа сварщика и металлообработки станет модульной, предлагая обучение так называемыми модулями, то есть осваивать программу поэтапно, как строят дом, кирпичик за кирпичиком. Плюс к этому, в ходе этого проекта проходят встречи с работодателями, как, например, сегодня, когда идет дискуссия. Оценивали программы обучения – плюсы, минусы, дали домашнее задание нашим партнерам по сотрудничеству. Педагоги техникума вынуждены балансировать между стандартной программой, которая утверждена государством, и работодателем. Последнего не всегда эта программа устраивает, поэтому именно сейчас при участии всех сторон обсуждается новая концепция обучения будущих механиков, автослесарей и сварщиков. Пока модульная система обучения только разрабатывается, это единственная возможность совместными усилиями повлиять на ее содержание, чтобы в конечном счете выиграли все. Нам дана программа, по которой мы работаем, и в конце программы – государственные централизованные экзамены, которые должны стать учащиеся. К тому же не всегда результаты квалификационных экзаменов устраивают отдельные фирмы, поэтому нам надо работать и для государства, и для работодателя. Чтобы успешно закончить техникум, надо освоить то, что требует государство, а чтобы успешно работать, надо освоить то, что требует работодатель. Поэтому такие встречи нам очень нужны. Довольно трудно сложить картинку. Как нам рассказали педагоги, есть некие законы и нормативные акты, которые необходимо соблюдать, чтобы было правильное количество часов, не слишком много, чтобы не было перегрузки, не было слишком много часов для теории или практики, чтобы все это сошлось в равновесии, чтобы это устраивало работодателя. Не было только теории. Это сложная работа. Такое обучение не ново, похоже на дальнейшее образование. Только сейчас будем звать это модули. Лучше разработаем программу, не будем включать в нее основные задания, только то, что необходимо для конкретного модуля. Может и получится, но мы обязательно разработаем программу. На встречу с педагогами Венсполского техникума пришли представители металлообрабатывающих и машиностроительных предприятий, а также вовсе не связанных с металлообработкой, но заинтересованных в работниках с образованием механика. Главное, что все они подтвердили, спрос на специалистов имеется, поэтому предприятия успешно сотрудничают с техникумом, предоставляя практику ученикам и работу по окончанию обучения. Уровень подготовки специалистов работодатели оценили как хороший и достаточный для того, чтобы подстроиться под конкретное производство. С первых дней они погружены в рабочие процессы, и выполняют ту же работу, что и остальные наши сварщики. Конечно, сами швы им варить не разрешают, но они участвуют в производственном процессе с первых дней. В течение трех месяцев у нас была возможность понаблюдать за их профессиональной подготовкой, мотивацией, рвением к работе, желанием работать. Как я им сказал вначале, Бухершорненболтик всегда ищет молодых и талантливых сварщиков и предупредил, что по окончании практики и техникума им будут предложены постоянные контракты. Учащиеся венсполского техникума достаточно подготовлены для того, чтобы адаптироваться на любом предприятии, соответствовать требованиям и особенностям этого предприятия. В прошлом году на предприятии Сия Бухершорненболтик работу предложили шестерым практикантам венсполского техникума. Примерно столько же выпускников техникума устроились на работу в Малмар Шиит Металл. Специалисты области металлообработки и машиностроения уверены, что у этой отрасли большое будущее в Латвии, а это значит, что будут нужны новые специалисты. Производство стало укрепляться на рынке Латвии. Принимая во внимание сегодняшнюю жизнь, дома из дерева строят редко, в основном металлические конструкции. Машины состоят из пластмассы и металла, поэтому индустрия металлообработки занимает значительное место. Латвийские производители развиваются. Здесь открываются новые заводы, приходят иностранные инвесторы. Не только в Венсполс, но повсюду в Латвии. Поэтому ситуация стремительно меняется. Разговоры о том, что не хватает инженеров, были актуальны уже несколько лет назад. И тенденция продолжается. В соответствии с данными Латвийской ассоциации машиностроения и металлообработки в 2012 году общий оборот отрасли машиностроения и металлообработки превысил 1 миллиард латов. Также данные свидетельствуют, что в 2012 году сохранились позитивные тенденции роста. Объем реализованной продукции увеличился на 25%, а объем экспорта вырос на 27%. Ирина Курганова, Андрей Кулыгин, Корзамское телевидение.